Добрый день уважаемые коллеги, я рад вас приветствовать из данной вебинарной студии. Зовут меня Лебедев Алексей Николаевич, главный инженер проекта в компании НПО Сибирский Арсенал, город Новосибирск. Давайте отпишемся в общем чате по поводу качества видео и звука. Всем ли меня слышно, видно? Ну замечательно. Раз слышно, видно, значит начнем. Я постараюсь сегодня много времени не занимать, как бы все, я понимаю, что работают, да, всем, все экономят свое собственное время и хотят как бы по-быстренькому ознакомиться. Значит, вы все уже в курсе, что с 1 марта у нас вступили в силу нормативные требования по проектированию систем противопожарной защиты, а именно это СП-484, СП-485, СП-486. Ну вот сегодня поговорим только о 1 и 3, то есть 484, 486 СП. Почему? Потому что 485 касается систем пожаротушения, мы как бы их не упускаем, систем пожаротушения, поэтому, собственно говоря, мы никаким образом там с ними не пересекаемся. Значит, причины данных изменений, как бы, ну вот их две, я вижу причины изменений, это первое из них, это как бы стандартное обновление нормативных документов, которые происходят, ну примерно один раз в 10 лет. Крайний раз достаточно крупные изменения у нас были в 2009 году, с 1 мая 2009 года начали работать по новой нормативной базе в связи с вступлением в силу Федерального закона номер 123, Технический регламент о требовании пожарной безопасности. Ну, а сейчас, конечно, причина появления большого пакета новых нормативных документов, в том числе по проектированию противопожарной автоматики, это, соответственно, Евразийский экономический союз. Россия, она, как бы, ну, одна из главных инициаторов образования данного экономического союза. До этого он там существовал в несколькой другой форме, в форме таможенного союза, да? Вот, ну и как следствие, есть ли есть, как бы, некий международный союз, необходимо привести национальные внутренние стандарты в соответствии с наднациональными, с международными нормами, действующими в Вероазиатском экономическом союзе. Что, собственно говоря, мы сейчас с вами и видим. Вот. Федеральный закон 123 его никто не отменяет, он, как бы, действовал и будет действовать, но он, скажем так, будет действовать в тех положениях, которые не противоречат международным нормам. Именно Евразийская ЕАЭСа, Евразийская экономическая союза. Значит, ну, как я уже сказал, мы с вами сегодня рассматриваем два вот данных нормативных документа. Значит, нет смысла, как бы, перечитывать весь свод правил. Вот, у меня здесь есть, вот, распечатано в виде, да, вот, как бы, не слишком, кстати, большой, да. Но, по основным изменениям давайте пробежимся. Коснулись они следующих моментов. Введено понятие алгоритма принятия решения о пожаре А, Б и Ц. То есть, наконец-то будет положено, положено конец всем спорам, сколько датчиков ставить в помещении. Один, два, там, три или даже четыре раньше ставили датчики на помещение, да. Вот, здесь четко прописали количество датчиков. В рамках сегодняшней презентации вебинара я вам, как бы, более подробно расскажу. Вот. Ну, и появились, вновь появились требования, впервые, вернее, появились требования по уровню доступа к приборам поливоконтроля, приборам пожарного управления. Вот, собственно говоря, все, что так или иначе касается производства приборов приемоконтроля. Все остальные требования, они, скажем так, никак не перекликаются с разработкой производства приборов. Они только, скажем, дают требования по их применению уже. Тут, как будто эти два момента необходимо не смешивать, потому что... Ну, такие обращения есть, видно, что люди не всегда, как бы, понимают, не совсем четко проводят границу между... Требованиями ГОСТа, который в данный момент действовал и действует. Это ГОСТ 53.325-2012. Называются приборы приемоконтрольные. Общетехнические требования. Методы испытания. Вот, как-то так он называется. Собственно говоря, это вот единственный наш ГОСТ в данный момент, который устанавливает законченные требования к ППК, к ППУ, к извещателям, оповещателям, блокам питания и так далее. И, согласно которому, собственно говоря, мы производим и сертифицируем данное изделие. А вот, каким образом эти приборы приемоконтрольные будут применяться, устанавливает, собственно говоря, вот этот свод правил 484. Поэтому я как бы утверждаю и продолжаю утверждать о том, что, собственно говоря, практически ничто не было затронуто именно в... Да и вообще ничего не было затронуто именно как бы в самих приборах. Приборы какие были, такие и есть. Другой вопрос, что может быть сейчас не у всех производителей они будут соответствовать требованиям СП-484. И, ну, их невозможно, скажем, будет применить, да, по этим требованиям. Что касается Сибирского арсенала, то здесь все, ситуация вполне стабильная, понятная и приборы, как бы, они выполняют и алгоритмы АБЦ и имеют, соответственно, возможности применять их в соответствии с требованиями по уровню доступа. Второй, третий. Вот. Дальше. Третье, все, что касается третьего, с третьего по восьмой пункт, это уже как бы не касается производства приборов. Это касается, там, специфических таких проектных моментов, да. Впервые был введен термин ЗКПС, зона контроля пожарной сигнализации, который теперь употребляется вместо, скажем, сейчас уже устаревших терминов, таких как зона, шлейф, луч. Совсем старый был термин. Прописаны требования к системам противопожарной защиты при возникновении единичной неисправности в линии связи. Достаточно большая часть изменений посвящена вопросам размещения пожарных извещателей в помещениях. Появилось требование в оснащении автономными ДПИ всех жилых помещений, коридоров и прихожих вне зависимости от этажности, в том числе, получается, в частных одноквартирных домах. Приложение А, это единственное приложение, которое есть в данном 484-ом своде правил, запрещает применение адресных систем пожарной сигнализации на объектах, имеющих площадь более чем определена нормативом. Все остальные приложения, которые были в СП-5, они отменены. То есть, раньше было много приложений, там последнее это R было приложение, практически все буквы русского алфавита были использованы. Сейчас только одно приложение осталось. Ну и запрещено совмещение охранно-пожарных функций в одной системе. Хочу проакцентировать ваше внимание, что именно в одной системе, а не в одном приборе. То есть, приборы, как они были, так и есть, выпускались, они охранно-пожарные, но сейчас, если необходимо для заказчика, именно нужна охранно-пожарная сигнализация, то она, по сути, не может быть охранно-пожарной сигнализацией. Она должна быть либо охранной, либо пожарной сигнализацией. Это влечет за собой то, что придется стоять два прибора. То есть, такие веяния, они были уже несколько лет назад, я уже слышал как бы в кулуарах, всяких различных конференций, да, что пора бы так сделать, скажем так, то есть, за рубежом якобы так оно и есть. Ну, наверное, так оно действительно и есть, что пожарные приборы, они красного цвета, они отдельные, совершенно не имеют никакого отношения к охранным функциям. Ну, сделали-сделали, как говорится. Я давно к этому склонялся, уже, наверное, лет 15 назад к этому склонялся, к тому, что, собственно говоря, для обслуживающего персонала и для дежурного персонала, там, охранников, сторожей, там, для них, как бы, логичнее все-таки делать два разных прибора, чтобы они просто не путались. Что возникла за ситуация? То ли пожар у них в помещениях, то ли у них там в окошко кто-то лезет, да, и, соответственно, то ли в полицию звонить, то ли в пожарную часть, то ли брать ключи, идти проверять, то ли самому убегать. Ну, как-то так, да, пошутил. Поэтому это вполне нормально все. Появились описания новых типов извещателей, которых не было в предыдущих нормативных документах. Значит, извещатель пожарный мультикриториальный появился, это автоматический извещатель пожарный, контролирующий два или более физических параметра окружающей среды, изменяющихся при пожаре, обеспечивающий самостоятельно, либо во взаимодействии с приемом контрольным прибором, формированием сигнала о пожаре на основании результатов обработки контролируемых данных по заданному логаритму. То есть до этого у нас с вами был комбинированный пожарный извещатель, ну, в частности, из наиболее распространенных, это были комбинированные дымовые плюс тепловые. Я, конечно, что-то не особо встречал, чтобы их люди применяли, ставили где-то, да, но они, по крайней мере, выпускались, и в прайсах они были. Соответственно, чем отличается комбинированный от мультикриториального? Комбинированный датчик – это, по сути, два разных датчика, сделанных в одном корпусе. То есть они физически могли иметь даже разные выходные контакты, или, в частности, в охранной сигнализации часто встречались там, акустический плюс оптический, оптико-электронный охранный извещатель. Они имели разные, соответственно, выходы реле, там могли быть включены в разные шлейфы, да, там, вот. То есть, соответственно, комбинированные – это два датчика, оно, как бы, два в одном, получается. Ну, а мультикриториальный – это уже тоже два в одном, но два датчика, слившихся воедино, синтезированных, скажем так, исходящих один из другого. То есть, соответственно, вопрос только, как бы, в алгоритме обработки этих исходных сигналов. Подробно, как бы, ну, не буду здесь останавливаться, потому что я сам этот вопрос глубоко не изучал. Ну, то есть, поняли, что мультикриториальный – это такой более близко слившийся комбинированный датчик. Сателлитный пожарный извещатель – это автоматический пожарный извещатель, оснащенный устройством управления с принтлерным воросителем, с принтлительным пуском. Вот, ну, по сути, были такие уже датчики до этого, там, типа ОСП они назывались, делали иногда систему порошкового пожаротушения без централизованного управления, а с таким, с распределенным управлением на отдельных датчиках. Такое было уже. Извещатель пожарный с видеоканалом обнаружения – это автоматический пожарный извещатель, выполняющий функцию обнаружения возгорания посредством анализа видеоизображения, в контролируемом поле зрения. Ну, по сути, наверное, будут видеокамеры, которые имеют некий интеллектуальный алгоритм обработки видеосигнала, позволяющий идентифицировать ситуацию на картинке как пожар и выдать сработку в виде там замыкания контактов реле в прибор прямого контроля. Как-то так. Ну, вот я смотрел около двух недель назад, по крайней мере, по крупным дилерам, я не видел еще в прайсах таких датчиков. Так, презентация, если будет нужна, то в конце вебинара будут мои контакты, пишите, пожалуйста. Я с другого компьютера сейчас выступаю, не со своего личного, поэтому нет смысла писать мне сейчас вот там электронную почту или еще что-то. Контакты мои будут, перепишите, вырежьте со своих рабочих компьютеров, напишите просто просьбу, скиньте презентацию, я вам отвечу. Сегодня же в прошлом, постараюсь все не ответить. Сейчас более подробно давайте рассмотрим о понятиях алгоритм принятия решения пожара АБЦ. Нечто алгоритм должен выполняться при срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма могут применяться извещателей пожарного любого типа, при этом наиболее целесообразно применение извещателей пожарных вручных. То есть, соответственно, рекомендует законодатель ИП применять в алгоритме А, ну что абсолютно логично, да, зачем его переопрашивать. Алгоритм Б должен выполняться при срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же извещателя пожарного или другого автоматического ИП в той же ЗКПС за время не более 60 секунд. При этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма могут применяться автоматические ИП любого типа при условиях информационной и электрической совместимости для корректного выполнения процедуры перезапроса. Алгоритм С должен выполняться при срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС расположенного в этом же помещении. То есть, по сути, это называется двухпороговый шлейф пожарный, который уже лет 15 применяется в технике, а может быть уже и 20 лет применяется. То есть это все как бы было, и переопросы были в приборах прямоконтрольных охранно-пожарных, и двухпороговость она была, ну везде по-разному это было решено, то есть по сути ничего нового как бы не ввели. Все повторюсь, для нашей техники все это как бы выполнимо, выполняется. Впервые введено понятие алгоритма принятия решения на пожаре АВЦ, и поэтому вот пояснено сколько именно датчиков, ну по-простому говоря датчиков, должно стоять в каждом помещении. Теперь для алгоритмов А и Б должно быть не менее чем два автоматических неадресных ИП, при условии, что каждая точка помещения контролируется двумя датчиками, ну в каждом из двух получается. Либо достаточно одного автоматического адресного, при условии, что каждая точка помещения контролируется одним извещателем. Для алгоритма С защищаемое помещение должно быть контролироваться не менее чем двумя автоматическими ИПами, при условии, что каждая точка контролируется двумя ИП. Хочу акцентировать ваше внимание, что в алгоритме С адресные и безадресные датчики их как бы сравняли. То есть их должно быть что тех, что других не менее двух. То есть скажем так, если сейчас делать какой-то экономический выигрыш, то адресные все-таки выгоднее применять по алгоритму А, либо по Б. Как-то так. По С это слишком, наверное, дороговато будет. По С лучше применять, наверное, тогда уже обычные стандартные пороговые аналоговые датчики. Ну, здесь вот чужие чертежи, немножко определенно, немножко чтобы понять. То есть если вы помните, вот правил 5, я думаю, вы его все помните. У нас там нормил у нас, в частности, по дипам расстояние от стены до, максимальное расстояние от стены до датчика было 4,5 метра. При высоте помещения до 3,5 метров. И расстояние между датчиками еще, соответственно, не более 9 метров было друг между другом. При условии, что высота не до 3,5 метров. В коридорах и других узких пространствах, там шириной менее 3 метров, допустимо было увеличивать расстояние между дипами до 1,5 раз. Ну, то есть до 13,5 метров. Но, с другой стороны, в случае применения двухпороговых шлейфов, тогда, когда сработка была по двум датчикам сразу, то нормативное расстояние между дипами сокращалось в 2 раза. То есть до 4,5 метров. И при этом, как бы, не радиус действия, а площадь действия дипа, она определялась в виде фактически квадрата такого. 9 на 9 метров. Ну, условно говоря, 9 на 9 метров. Сейчас определили, все-таки, в форме круга зону действия извещателя пожарного дымового. Вот. Ну, и при этом, как бы, написано было бы, только что слышали, что каждая точка помещения должна контролироваться там одним, либо двумя дипами. То есть, соответственно, значит, по сути-то расстояния не изменились. Здесь единственное, что 4,5 метра, ну, 9 на 9 эти квадраты переписали как круги с радиусом 6,40. Да, вот мы здесь видим радиус 6,40. Где это показывать? На правом экране. 6,40. И вот этот радиус, он должен охватывать все точки помещения, то есть, соответственно, угол выходить. Ну, для прямоугольных, как бы, помещений все здесь понятно, да? То есть, размещаем такие кружки, в центр ставим дипы, соединяем их между собой. Там, там, шлейфом, либо кольцевой линией связи адресной. И все, как бы, понятно становится. Для более сложных помещений, конечно, тут, наверное, придется покреативить, да? Как их там распихать. А когда их по два в каждой зоне, ну, это получится фактически такие гирлянды из двух датчиков. С удалением друг от друга. Для тепловых, по сути, то же самое, значит. Те же самые, как бы, остались размеры. Ну, то есть, раньше там было, что, 2,50 от стены и 5 метров между датчиками. Ну, вот сейчас там 2,51 от стены, 5,02 между датчиками. То есть, по сути, разработчики данного ОСП, они максимально, как бы, ну, приблизились к тем цифрам, которые были когда-то. Ну, вот. Изменения еще очень интересные. И на это нужно обратить внимание. Потому что здесь, скажем так, достаточно серьезно все поменялось. Зона контроля пожарной сигнализации должна одновременно удовлетворять следующим условием. То есть, смотрите, все условия должны, как бы, выполняться. Что площадь должна быть более 2000 квадратных метров. Одна за КПС должна контролироваться не более чем 32 АИПами. должна включать в себя не более 5 смежных изолированных помещений. Раньше, в своде правил, эта норма, она была изложена совершенно по-другому. Не более 10 помещений можно было включать в один шлейф. В ряде случаев можно было даже до 20 помещений в шлейф включить. В том случае, если над входом в каждое помещение будет выносное устройство оптической сигнализации. Ну, вот здесь, как бы, сейчас все ограничили 5 помещений на шлейф. Ну, на шлейф, на зону контроля пожарной сигнализации. Вот, естественно, они должны быть расположены на одном этаже. Объекты в одном пожарном отсеке. Вот, изолированные помещения должны выходить в общий коридор, холл, вестибюль. Их площадь не должна превышать 500 метров. Общая площадь. Вот, смотрите, тут вот, как бы, такое разногласие немножко идет, что площадь одной за КПС не должна превышать 2000 квадратов. А тут же говорится, что если не более 5 помещений, то площадь должна 500. Как мы это понимаем? Я тоже с первого раза, честно скажу, понял это. И понял только, вот, если вы по-другому поняли, напишите в комментариях. Если у нас с вами рассматривается одно огромное помещение, там, скажем, торговый зал большого магазина, там, 6000 квадратных метров, то его нужно делить на за КПС таким образом, что площадь контролирования за КПС была не более 2000 квадратов. Если у нас несколько комнат, 2, 3, 4 или 5, это максимальное количество, да, помещений в одной за КПС, то в этом случае суммарная площадь, она уже не должна превышать 500, то есть, значительно меньше, да. Я это только так понимаю. То есть, вот, первое правило, не более 2000, оно же, как бы, полностью аннулируется вот этим правилом, не более 500. Вот, 500 же, но меньше, да, соответственно, вот это правило только для, ну, единого пространства, как бы, вот. Вот, дальше, есть такое требование, что единичная неисправность в линии связи не должна приводить к разновидной потере автоматических ручных ИП, а также к нарушению рабоспособности других за КПС. Ну, понятно, что под единичной неисправность что понимается, обрыв, либо короткое замыкание, да. Ну, соответственно, для того, чтобы это не привело к одновременной потере ручных и неручных автоматических ИПов, в обычных, скажем, неадресных системах, в пороговых шлейфах сигнализации, можно реализовать только одним способом, это включив ручники в отдельный шлейф. Всё, точка. Так и будем делать. В адресных системах это можно выполнить только изоляторами короткого замыкания, которые будут отсекать ИПР с обеих сторон. Вот, в этом случае неисправность единичная в любой точке, она, как бы, не вызовет одновременной потери, так как кольцевая линия связи, она, в принципе, может быть разорвана один раз в любом месте, да, и связь при этом будет. Но если... Но если, соответственно, будет короткое замыкание, то участок, он окажется, ну, какой-то достаточно большой участок, окажется совершенно без связи, да, поэтому если не будет изоляторов короткого замыкания, то, по сути, вылетит вся полностью кольцевая линия связи, содержащая себя там одну или там 50 уже даже за КПС, понимаете, то есть всё, собственно говоря. Поэтому вот изоляторы короткого замыкания спасут. Преграды специальные дымы, поэтому 500 метров. В многоэтажном многоквартирном доме, если даже иметь 6-комнатных квартир, мне придётся ввести 2 ЗКПС. Смотрите, Станислав, у меня вот норматив, конечно, вот лежит здесь непосредственно на столе, я могу это всё дело после поговорить. Там по квартирам, по гостиницам, общежитиям, они вот отдельно, это пункт 633, устанавливает требования к отдельным ЗКПС, так называемым. То есть в гостинице каждый гостиничный номер будет сейчас отдельной зоной. Всё, точка. Квартира каждая тоже должна быть отдельной зоной, то есть не будет такой вот схемы, я сколько раз видел эти проекты, всю площадку там 15 квартир, там, ну не 15, там 6, к примеру, квартир, да, опутывает одним шлейфом с тепловыми датчиками, которые стоят в прихожих по 3 штуки, для срабатывания системы домоудаления здания. То есть от этого придётся отказаться. Одна квартира, одна зона ЗКПС. Одна квартира, может быть, две зоны ЗКПС или три. Ну, шестикомнатная, значит, смотрите, по квартирам там жилые, прихожие оборудуются извещателями пожарными. То есть это всё нужно вместе считать. Даже шестикомнатная может и больше быть. Сколько там прихожих, прихожая может иметь какую-то там перегородку или коридор, он совмещенный будет с прихожей, понимаете? Поэтому да, придётся вести в шестикомнатные не менее двух уже, понятно. Не менее двух. Плюс отдельная зона ЗКПС, сразу говорю, пространство за фальшпотолками, под фальшполами, кабельные лифтовые шахты, шахты мурсопроводов. Ну, в общем, пункт 6.3.3 можете почитать. Давайте сейчас не будем на этом заострять внимание. Следующий слайд, да. По единичной же неисправности. Здесь я уже пояснил, что такое единичная неисправность. Короткое замыкание либо обрыв. Поэтому система противопожорной автоматики должна быть спроектирована таким образом, что в результате единичной неисправности был отказ не более чем одной функции. Это здесь уже поведётся повторение, да. Либо автоматическое формирование сигнала управления, либо ручного формирования сигнала управления не более чем для одной зоны защиты. Вот. Как мы можем сделать, что-то одно из двух правил хотя бы выполнялось. Ну, только включение вручников отдельно. Но при этом как бы требование не распространяется на линии связи с исполнительными устройствами. И в терминологии в начале СП пояснено, что исполнительные устройства это в том числе и оповещатели, да. Оповещатели являются исполнительными устройствами. Вот. То есть если короткая на линии там сирена не нарушит работоспособность линии связи с табло-выход, то как бы ничего страшного, да, получается. Пусть сирена не будет работать. Лишь бы там сам прибор не выгорел, и табло-выход при этом мигать начали. Как-то так, да, это вот формулируется. Поэтому никто не требует дублировать линии связи с оповещателями. Ну, 6, 3, 4, он тоже пункт, как бы, понимаете. Тут в нескольких местах сказано об одном и том же. Поэтому мои выводы прочитаем курсивом внизу. Я уже об этих выводах сказал в предыдущем слайде, да. Вот здесь, скажем, картинка такая скачал на просторах сети. Схемка неправильная. Сразу говорю, не нужно ее запоминать. Почему неправильно? Потому что нужно сделать выводы неправильный. Здесь вот кто-то даже уже пытался говорить о том, что в случае применения там вот такой схемы, когда есть один центральный ПКП, контролирующий через 485-й интерфейс автоматические и неавтоматические ИПы в разных зданиях, как вы видите, тут несколько зданий, то обрыв в любой точке, там хоть питание, хоть адресные линии связи 485-го интерфейса приводит к тому, что там отвалится огромное количество зон, там зданий, там может быть даже 2 или 3 отвалится, да, не будет связи. Поэтому эта схема неправильная. Вот. Чтобы выполнить по современному нормативу, а такие схемы не имели места, как выяснилось, там, ну, судя по крайней мере, по семинарам других людей, которые я уже успел послушать, целые микрорайоны делали на одной вот этой вот адресной линии, там десятки тысяч датчиков они включали, и поэтому на обрыв где-нибудь там на чердаке какой-нибудь 15-го дома вызывал отключение там 20-ти там многоэтажных живых домов от пожарной сигнализации на пульте, этого все не контролировалось. Вот. Поэтому, чтобы такого не было, по нынешнему нормативу надо делать либо два 485-х интерфейса, тогда в этом случае единичная неисправность, она как бы не приведет, да, потому что все отвалится, там, резервный будет. Ну, либо кольцевать 485-й интерфейс, такие технологии тоже есть. То есть топология кольцо, это по сути два 485-х интерфейса, которые между собой где-то там в конце, ну, замкнутые, да. Вот. Также продублировать линии питания 12 вольт, ну, либо разместить блоки питания, резервные источники питания в каждом из этих зданий, да. Вот. Либо второй вариант, перенести уже в каждое здание источники питания, приборы прямоконтрольные и приборы управления. Таким образом, чтобы вот обрыв вот этого интерфейса, он только не дал возможности передать информацию на пульт, но при этом внутри здания все бы оставалось работоспособным. Ну, то есть, если ППК находится в здании номер один, в здании номер два и так далее, в каждом здании находится, ППК внутри себя он сработает, да, и выдаст там сигнал пожар, запустит систему оповещения, табло-выход, все остальное, исполнительные устройства запустят, вентиляцию отключат. Вот. Как-то так. Поэтому эта схема неправильная. Как правильно сделать? Вот внизу слайда подписано. Вот. Также, как бы вот сказано в нормативе, что ППК, ППУ необходимо устанавливать источник беспребойного электропитания, необходимо устанавливать помещение пожарного поста. Ну, так же допускается, конечно, установка указанных устройств в других помещениях, при одновременном выполнении условий обеспечения указанным устройством уровня доступа 2, уровня доступа 3. Ну, как бы не секрет, что многие объекты, они... А! Не содержат круглосуточного... Круглосуточного поста с дежурным персоналом, да? Это как бы понятно. И, скажем, размещать их приходится в каких-то там иных помещениях. Вот. Но, соответственно, появился отряд условий. Уровень 2, уровень 3. Скажем, я сам лично написал письмо в ней по МЧС, 19 февраля я туда отправил его, пока ответа не было, по разъяснению данного пункта правил. Дело в том, что требования есть, но нет нигде ни ссылки на какой-то нормативный документ, ни разъяснения там в начале, глоссарий или в терминах определениях, что такое уровни доступа вообще. Как бы, ну, я как бы знал, да, еще в 18-м году читал проект нового ГОСТа по приборам пленоконтролем, который так и не приняли, который собирались принимать раньше, чем свод правил 484, но там карты поменялись, собственно говоря, и что-то по-другому все пошло, да, не так, как предполагалось. Поэтому я написал письмо, я еще позвонил в ней по чудам, как бы попал на Ивана Рыбакова, Рыбаков Иван Владимирович, это один из разработчиков СП-484, скажем так, с ним переговорил, он мне устно подтвердил о том, что да, действительно, в данных требованиях по размещению ППК по уровню доступа 2 и 3 идет отсылка к непринятой редакции ГОСТа, которая пока затормозилась и которую, ну, с его слов, предполагают принять в этом году. Вот месяц, конечно, до конца не определен, там, июнь, июль, там пока вот как бы фигурируют такие как бы это, но я прекрасно понимаю, будучи реалистом, прекрасно понимаю, что это только ближе к концу года, скажем, его, скорее всего примут, потому что там достаточно непростой процесс, там Росстандарт делает еще техническую вычетку текста и так называемая окончательная редакция этого проекта ГОСТа, она может еще немножко быть отредактирована, вот, поэтому пока живем с ГОСТом 53-325-2012, техника пожарная, по нему сертифицируем приборы, вот, так вот, что такое уровень доступа? Второй уровень доступа это для тех, кто имеет право смотреть на прибор, вот, и нажать на кнопку, чтобы снять, поставить шлейф, да, ну, зону контроля пожарной сигнализации на охрану. А третий уровень доступа это технари, которые имеют право обслуживать техобслуживание, наладку, и соответственно менять алгоритмы работы системы. вот, по-простому, значит, второй, третий уровень доступа, он обеспечивается также у нас у всех приборов, которые мы выпускаем, чем? Тем, что ко второму уровню доступа должен осуществляться посредством либо там ввода кода пароля, да, с блокировкой клавиатуры, либо с использованием контактных-бесконтактных считывателей, либо с использованием механических ключей, ну, были такие когда-то механические ключи на приборах, помню до сих пор, да, а третий уровень доступа должен осуществляться посредством одного или нескольких вариантов, ну, достаточно, вот, скажем, применение ключа, либо инструмента, позволяет существовать доступ к внутрикорпусу прибора, то есть, любой саморез, который откручивается отверткой, который не дает доступа там к тому, чтобы переконфигурировать прибор там, либо что-то с ним сделать плохое, это уже, как бы, третий уровень доступа. Вот, письмо, как будет от ВНИПО получено, мы его выложим на сайт, собственно говоря, сможете-то скачать и где-то использовать, может быть, в своей деятельности. Вот. Приложение А, я уже сказал, это единственное приложение в 484-м СП, оно содержит перечень самых различных там зданий, сооружений, помещений, которые сгруппированы, это вот как бы новшество такое, свода правил, сгруппировано по классу зданий по функционали пожарной опасности, которые определяют в соответствии с 32-й статьей 123-го федерального закона, тех реглантов рения пожарной безопасности. То есть, таким образом, они сконфигуировали это все дело, и я думаю, что правильно, потому что, ну, должны быть какие-то системные научные издания, да, то есть не так, чтобы в одном нормативе так, а в ФСЗ, немножко по-другому, да, ФСЗ же является все-таки у нас, как бы, первоисходным документом, вот, поэтому здесь вот, сконфигурировано все по, сгруппировано, извиняюсь, по классу здания, по функциональной опасности, и, соответственно, содержатся критерии, при которых систему можно делать безадресно. Вот. Адресно ее можно делать в любом случае, а безадресно только в том случае, если там площадь менее определенного количества квадратных метров, либо высота здания менее. То есть сейчас получается вот по многоквартирным жилым домам, в которых проживает так или иначе процентов 80 населения у нас, да, 10 этажей и меньше, это может быть любая сигнализация, хоть адресная, хоть безадресная, а 11 этажей и выше, это только адресная пожарная сигнализация. Вот. Ну, теперь 484-му, здесь, 486-му, извиняюсь, своду правил, по нему совсем тут мало слайдов, почему, потому что по сути он не содержит каких-либо требований, он только содержит там табличные формы, собственно говоря, и называется так, перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системы пожарной сигнализации, требования пожарной безопасности. По сути, 486-й СП он родился из первого приложения или приложение А называлось к своду правил пятым. Вот. А сейчас это приложение это А, оно стало отдельным сводом правил. Вот. Поэтому здесь написано о том, что при определении необходимости защиты здания в отдельных помещениях, автоматическими установками пожаротушения и или системы пожарной сигнализации, следует в первую очередь определить необходимость защиты здания в целом по таблице 1, затем определить необходимость защиты каждого сооружения по таблице 2, помещения по таблице 3, входящий состав здания, и в заключение определение необходимой защиты оборудования, находящегося в помещении здания. Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом, либо пожарный отсек, выделенный от остальной части здания против пожарной стеной первого типа. Ну, хорошо, что они это еще раз написали, потому что достаточно часто в моей деятельности встречались, скажем так, и заказчики, которые пытались решить проблему защиты своих двух комнат, условно говоря, расположены в каком-то там большом офисном здании путем установки прибора пожарной сигнализации. На самом деле не нужно как бы так заужать рамки мышления, необходимо объект в целом защищать, понимаете. Были даже вот у меня случаи, когда большой цех распродали на несколько собственников, и там один из собственников отделился от остальных стенкой, выполненной сотовым поликарбонатом, тепличным таким, да, и пытался делать сигнализацию там у себя на 200 квадратных метрах, потому что цех там был больше тысяч квадратов, да, и, соответственно, вообще подлежала защите автоматической установки пожаротушения. Вот. Поэтому, конечно, нужно всегда на объект смотреть в целом. Вот. Поэтому вот смотрим по зданиям. Здание тут вот, вообще таблицу вот эту вот, конечно, ее подусложнили по сравнению с предыдущей редакцией свода правил пятого. Почему? Потому что сейчас принятие решения о обозначении пожаротушения любого системы пожарной сигнализации будет приниматься по нескольким критериям. Вот. Вот, как вы видите. Вот этажности здания это идет. Вот здесь пока не прописано, да, вот, ну, на примере, допустим, автостанок закрытого типа. В зависимости от этажности, надземности там, либо подземности, да, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, а также при площади, от площади пожарного отсека. То есть, скажем, теперь, чтобы дать ответ, что нам нужно там делать, необходимо знать все вот эти вот, как бы, характеристики защищаемого здания. Фрагмент таблицы 3. Помещение подсказкового назначения. Фрагмент. В складских производствах, как вы понимаете, еще вступает в силу понятие категории помещения по пожарной изрыво-пожарной опасности. Вот. И здания в целом, в том числе. Поэтому, кроме там этажности, площади, еще и категорию нужно знать. Поэтому тоже прошу обратить внимание на вот это все. Вот. Ну и, соответственно, последний слайд уже, предпоследний, да. Для оборудования производства НПО «Сибирский арсенал» вступление в норм ничего не изменилось, так как оно уже соответствовало вот этим всем критериям SP-484, SP-486. Вот. Но, тем не менее, для удобства пользователя мы выпустили несколько методичек, где коротко пояснены принципы подключения извещателей пожарных в шлейф сигнализации и правила конфигурирования приборов, чтобы клиент, как говорится, не сломали голову. Вообще, при внимательном прочтении руководства по эксплуатации, в этом можно было разобраться и самому. Но, так как мы клиентоориентированная компания, то нам несложно помочь в этом вопросе. Тем более, что это снизит нагрузку на техническую поддержку. Поэтому прошу пользоваться данными методическими указаниями. Вот. Они были размещены 1 марта. Сейчас, в данный момент, уже вот 5 методичек здесь выложено. В зависимости от того, требуем вам прибора. Заходите, ну, понятно, что сайт arsenal-sip.ru, заходите, нажимаете кнопку проектировщика, вот здесь вот, потом методические материалы, и открываются различные методические материалы. Открываем, кликаем, скачиваем файл себе на компьютер. Это pdf-ник, там 1,2, ну, две страницы, в основном они все, и двустраничные. И... Все, и пользуемся. Там все по-простому. Потому что, ну, смотрите, руководство эксплуатации, мы менять не имеем права, так как приборы, они сертифицируются совместно с руководством по эксплуатации, совместно даже там, с техническими условиями, да, на выпуск данного прибора. Вообще, перевосходный документ, конечно, тех условий. Поэтому, как бы, вписывать какие-то дополнительные там пункты, а вот для алгоритма B, для алгоритма C, вы должны сделать то-то, то-то, руководство по эксплуатации, это, ну, совершенно неверно, это некорректно, как бы, да. Поэтому просто есть методичка. Она простая, я ее сам писал. Поэтому прошу переписывать. Мои контактные данные, электронная почта, скайп, кому нужна презентация, пишите. Вопросы, если какие-то есть, давайте пообсуждаем. Продолжение следует...